Приветствую, друзья! В этом видео я хочу поговорить с вами о таком важном в жизни каждого из нас понятии, как страсть. Но это не та страсть, про которую показывают сериалы, мексиканские мыльные оперы. Это страсть другого плана. Это то, что наполняет вашу жизнь смыслом. Если спросить меня, что наполняет мою жизнь смыслом, я тоже долго думал над этим вопросом и перебирал многое. И единственное, что мне нормально откликнулось, это делать лучшую жизнь других людей. Все остальное, накопление денег, какие-то понты, дорогие какие-то машины, какие-то дорогие другие признаки, такие шикарные жизни демонстрировать обществу, это все давно в прошлом, давно в детстве, в неосознанности. Когда я был еще мальчиком, мне казалось, у тебя будет хорошая машина. И, ну, как, собственно, всем подросткам кажется, вот что-то показать, вот какая у меня крутая тачка. А сейчас это все далеко в прошлом. И машину, конечно, хорошая машина это хорошо, но ее можно рассматривать, в первую очередь, с точки зрения, я рассматриваю, с точки зрения безопасности. То есть, чем более дорогая машина, тем, скорее всего, она более безопасная, более комфортная, более надежная и так далее. Естественно, в дорогой машине ничего плохого нет. Это касается и других вещей, но я говорю сейчас не об этом, а о том, какая деятельность именно присуща от природы именно вам. Ведь я глубоко убежден, что в любом из нашего общества человеке есть определенный талант. И, может быть, он всю жизнь проработает менеджером в Евросети или каким-нибудь старшим менеджером. На самом деле он художник, и в этом его страсть, но он ее никогда не узнает. К сожалению, как я вижу в нашем обществе, вот эта вот тема, можно сказать, предназначения, страсти, она не раскрывается людьми. И они проживают унылую свою жизнь, ходя с 9 до 6 в какой-то офис и перекладывая там бумажки. Что касается моего окружения, я формирую его из людей, у которых есть какая-то в жизни страсть. Вот он кто-то. Он кто-то великий. Он великий спортсмен, или он великий какой-то философ, или он еще кто-то. Но обязательно у него должны гореть глаза. Вот такие люди меня притягивают. Если же этот человек ни рыба, ни мясо, то мне, скорее всего, с ним не по пути. Мне нравятся люди страстные. И вот мне хотелось бы спросить, подумайте об этом, какая страсть в вашей жизни самая главная. Можно сказать, опять же, о предназначении, но здесь есть один момент, что предназначение может меняться. Тогда можно задать вопрос, какая страсть сейчас в вашей жизни превалировала, если бы финансовый вопрос у вас был решен. Чем бы вы занимались в этом случае? То есть какой деятельностью? Какой деятельностью бы вам страстно хочется заниматься? Вы давно уже этого хотите, но до сих пор этого не делали, потому что вам нужно ходить на работу. А как говорят люди, которые достигли очень высоких планов в этой финансовой сфере, они говорят, займитесь тем, чем вам нравится. И ваш финансовый вопрос будет закрыт с большим... То есть вы получите столько помощи, в том числе финансовой и какой-то другой, что если вы найдете свой резонанс в своем предназначении, пусть оно сейчас будет 5 лет, потом оно может быть изменится, то ваш финансовый вопрос и все другие потребности будут автоматически закрыты, потому что вы войдете в резонанс со вселенной, а когда люди ходят в Евросеть, утром просыпаются, опять мне, блин, идти на работу нужно, а я хочу совсем другого, я хочу, допустим, играть на фортепьяно где-то, то, конечно, это не та жизнь, которую стоит проживать каждому. И я думаю, нужно потратить некоторое время, пусть даже какие-то перебои будут финансовые, но зато выйти на свое, то, что вам резонирует, и потом уже в нем реализоваться. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свои комментарии под этим видео, и я думаю, многим людям будет интересно почитать, как у других, и написать свои соображения по этому вопросу. Если это видео было вам интересным и натолкнуло вас на определенные размышления, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите много новых интересных видео. Пока!